Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. Добрый вечер! В эфире «Благовесть. Слово пастыря» в студии 12 канала Наталья Змага. Сегодня начать хочу программу словами святого праведного Иоанна Кронштадтского. «Я предвижу восстановление мощной России, еще более сильной и могучей. На костях мучеников, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая по старому образцу. Крепкая своей верою во Христа Бога, во Святую Троицу, и будет по завету святаго князя Владимира, как единая церковь. Перестали понимать русские люди, что такое Русь. Она есть подножие престола Господня. Русский человек должен понять это и благодарить Бога за то, что он русский». О современной России, о нравственности современных людей в 21 веке, о патриотизме мы сегодня будем говорить с митрополитом Омским и Таврическим Владимиром. Здравствуйте, Владыка! Добрый вечер, Наталья! Мы работаем для вас в прямом эфире, чтобы вы смогли пообщаться с Владыкой Владимиром и задать ему свои вопросы. Звоните к нам по телефону 8 800 772. Также вы можете написать свои вопросы на адрес электронной почты. Вопрос собака.гдрк.дфис.омск.ру Ну а пока наши телезрители дозваниваются, я хочу объяснить, почему мы именно сегодня подняли тему патриотизма в современной России. Вроде бы праздник День народного единства уже позади. Напомню, отмечали его 4 ноября на Соборной площади. В этот день здесь развернулось масштабное действие с участием ведущих творческих коллективов области и молодежных общественных объединений. Здесь же состоялась традиционная осенняя ярмарка народных промыслов, всенародная Казанская. Помимо этого, людей угощали на полевой кухне, катали на лошадях, состоялось флаг-шоу. Все это было весело, дружно, но мне вот почему-то кажется, что не все люди, которые пришли в этот день на Соборную площадь, до конца понимали значение и смысл этого торжества. Вот, Владыка, как вы понимаете значение этого праздника? Вы знаете, этот праздник имеет древнюю историю. Это, если можно сказать, что начало этого праздника началось еще в 1579 году, когда была приобретена Казанская икона Божьей Матери. А в 1612 году, когда эта икона была передана князю Пожарскому, и тогда, когда они победили поляков, ну, в Китай-город, который сейчас там есть только станция, осталось метро, Китай-город в Москве, то поляки из Кремля уже сами ушли, потому что они победили. Перед тем, как они пошли к этому Китай-городу, то и Минин, и княж Дмитрий Пожарский, и все солдаты молились, особенно перед Казанской иконой Божьей Матери. И так они тогда все считали, что они победили, победили только благодаря помощи Божьей Матери. Это не икона, а кроме Божьей Матери, потому что икона только образ. Но впоследствии, в 1649 году, царь Алексей Михайлович, он объявил два праздника Казанской Кожей Божьей Матери. Когда в 1579 году отмечалось, значит, ее, нашли ее, открыли эту икону. Явление это было. А потом, в 1649 году, он объявил праздник Второе, когда Москва была освобождена от поляков. А это было тогда по-старому 22 октября, а по-новому это 4 ноября. И таким образом, в Русской Церкви, вообще в России, тогда были объявлены два праздника Казанской иконы Божьей Матери, которые праздновали всей России. Это имело особую силу, вот этот праздник, потому что все считали, что они помогли России избавиться от посторонних людей, и чтобы начинать между собой, чтобы все народы между собой дружили, чтобы был как единый народ. И тогда так было даже сказано, что мусульмане должны были молиться в своих мечетях, иудеи в своих синагогах, православные в своих храмах, ну, а буддисты в своих, потому что 4 религии у нас, которые вот есть. И так это и бывало. Ну, а когда прошло потом 17-й год прошлого века, много разрушилось, но эта икона была еще очень прослана в 1812 году, когда освободились от Наполеона. Тоже было очень много раз, если сказать всю эту историю. Но там один из списков был. Да, так это было два списка, ну, а сейчас список их очень много. И когда вот, значит, в 17-м году, как я уже начал, ну, пришла другая власть, то икона, вот, которая была перенесена в Петербурге сестрой Петра Первого, то там сначала построили храм Казанский, Божьей Матери, и там этот храм в советское время был музеем. И, слава Богу, он сохранился, и сейчас передан церкви, и икона еще пока не в храме, не в соборе Казанской Божьей Матери, потому что еще ведутся реставрационные работы. А на Красной площади, который был построен сразу храм, когда вот тогда еще времена Пожарского, тоже Казанский собор небольшой, ну, в 20-е годы был разрушен, извините, там сделали туалет. Вот, но в 1992 году приблизительно был восстановлен этот храм, и на возложении первого камня даже стоял Борис Николаевич Ельцин с вечкой в руках. Когда, значит, в 2004 году, значит, религиозная комиссия при президенте решила постановить, попросить Государственную Думу и президента, чтобы праздник 7 ноября праздновался 4 ноября, чтобы восстановить старую традицию, стали изучать этот вопрос. Ну, все пришли, когда глинулись, тогда пошли к патриарху Алексею, чтобы патриарх благословил это, потому что главная суть вот этого, праздник, что есть. Патриарх тоже самое сказал, как было сказано и раньше, что в этот день православные молятся в своих храмах, мусульмане в своих мечетях, ну и так далее, про всех. А у нас сейчас что получается? Вот, правда, вот в Москве патриарх служил в литургию, День Казанской кожи Божьей Матери. Владимир Путин был в зале литургией, он помолился. Были многие... Но они практически весь день вместе провели. Да, были вот за службу. Судить по сне. А потом Владимир Путин ушел и договорились, когда вы не встретились в Манеже. И там пришли, чтобы открыть выставку Руси и Тая. И знаете, началось все с молитвой. А что начинается даже если вот у нас говорят, что прошел очень хороший концерт. Концерт-то хороший, правда. А что началось? Я служу в храме, а в нашем правительстве никто не знает, с чего не празднеется Казанская икона Божьей Матери. Хотя я им сказал, что я буду сначала служить литургию, пожалуйста, приходите в храм, помолитесь или хотя бы постоите. Но никто не пришел. И в этом году даже закончили быстрее заседание, которое было назначено в 11 часов. Потому что я сказал, что я приду около 12 часов. А когда я уже отправился сюда ехать, мне сказали, что уже все закончилось. И они пошли открыть концерт. В 12 концерт начинал. В 12, да. Ну видите, получается так, что с буги-буги, страну не спасешь и не подымешь. А надо с воспитанием нравственности. Пусть даже не духовно, но человека должен получить какое-то нравственное воспитание. А что у нас получают сейчас дети? Даже взять этот праздник. Извините, они ничего не видели. Я когда приехал к себе в епархии, все оттуда убегали, которые стояли на машине, все быстрее, чтобы уехать. Их не интересовал этот концерт даже, ничего. Открылся, открылся, и все убежали. Ну, народу много было. Ну, народу много было, да. Ну, в принципе, о воспитании, о духовной нравственности никто ничего не вспомнил. Даже никто не знает, не знали, если сейчас спросить, они не знают, что в этот день празднуется казанская икона Божьей Матери. Но я надеюсь, что после нашей программы все будут знать. Почему? Потому что можно было и в другой день назначить этот день народного единства. Можно пятого, а можно было первого. Почему? А можно шестого. А почему назначили именно 4 ноября? Потому что связано с празднованием иконы Божьей Матери. И когда она являлась всегда защитницей русского народа. А об этом сейчас забыли и не хотят вспомнить. Поэтому, знаете, это очень плохо. Потому что я думаю, что в нашей области хуже, чем во всех областей, отмечает вот этот праздник. Что касается духовности и нравственности. Я думаю, что все будут над этим работать, чтобы в следующем году еще больше людей знают. Ну, знаете, сколько не напоминаю я, и все забывают, что есть. Поэтому зависит много от наших руководителей. Спасибо, Владыка. Я никого не даваю, но дело в том, что праздник, есть праздник, он должен воспитывать людей, а не только буги-буги. Буги-буги хорошо. Так что с прошедшим вас праздником. Я сейчас предлагаю нашим телезрителям посмотреть как раз сюжет о том, как православные верующие в Омске отметили празднование Казанской иконы Божьей Матери, которое состоялось также в День Народного Единства 4 ноября. Более 300 столетий в России отмечают День Казанской иконы Божьей Матери. Он был установлен в честь спасения в 1612 году Москвы от польской интервенции. Список Казанской иконы принесли с собой в ополчение собранное Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским казанские дружины. Перед этим чудотворным образом и молились воины, готовясь к битве. Пресвятая Богородица явила свою милость и взяла под свой покров верных сынов Отечества. Сеношное бдение Сеношное бдение митрополит Владимир совершил в храме иконы Казанской Божьей Матери в городском районе Порт-Артур. Этот храм был построен для православной женской общины, созданной по благословению святого праведного Иоанна Кронштадтского и освящен в 1916 году архиепископом Омским и Павлодарским Сильвестром. В советское время храм использовали под разные нужды и только лишь в 90-е здесь вновь стали служить и молиться Господу. Благодаря помощи Божьей Матери получилось облегчение болезни. Я очень благодарна Царице Небесной за помощь, которую она оказывала мне, моей семье, за все ее милости. Божественную литургию Владыка совершил в Казанском соборе на улице Труда в сослужении настоятеля Протеерея Михаила Вивчара и духовенства епархии. Для любого храма престольные праздники – это день рождения храма. Особенно, когда храм посвященный Божьей Матери, потому что это материнство, заступничество. Мы верим, что Божья Матерь своим заступничеством молит Сына, где Господь пошлет нам все необходимое и нужное для того, чтобы на земле мир был, на земле царствовала всегда любовь, взаимопонимание. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, за литургией на сугубой Екатиньи было вознесено прошение о мире на Ближнем Востоке. Часто именно в годы великих потрясений народ каялся и молился перед Казанской иконой Божьей Матери. И это изменение души становилось залогом многих грядущих побед. Наша программа продолжается, и мы ждем ваших вопросов по телефону прямого эфира 8700-7712. И у нас есть первый собеседник. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Владыка. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Сергей. Ваш вопрос. И у меня следующий вопрос. Прямо сейчас, вот в эти минуты, проходит в Омске рок-спектакль, рок-опера «Иисус Христос. Суперзвезда». И о этой постановке много ходило разговоров. Хотелось бы узнать ваше мнение. Вы за такое искусство или против? Ну, вы знаете, я с народом. Я не могу поддерживать то искусство, против которое народ. Народ выступил против. Но, правда, народ начал очень поздно. Потому что, если бы они сказали недели три тому назад, может быть, эта опера здесь бы не проходила. Но поскольку было уже продано много билетов, фактически было все организовано, это было очень трудно его отменить. Потому что Министерство культуры не хотели отменить, но уже поздно. Поэтому я, что я могу сделать? Пусть те инициаторы, которые хотят выступать против, пусть они заранее. Потому что они знают, я не знал вот эти вопросы. И Министерство культуры, ну, они знали, но они знали, что так народ будет выступать. Поэтому, если бы инициаторы были, скажем, я как сказал уже, что недели три тому назад, тогда было бы все нормально. А так, что я могу сейчас делать? Я ничего не могу делать, братья. Я не могу идти ни против властей, ни против народа. Но церковь всегда с народом. Спасибо большое, Владыка. Мы продолжим тему нашей программы. Напомню, что сегодня мы говорим о современной России и о том, что нас, жителей огромной страны, объединяет. Как ни печально, зачастую сплочает общее горе. 4 ноября празднование Дня народного единства омичей начали с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе в Египте. Иногда людям так необходима именно духовная поддержка в трудные минуты. Меньше недели назад наша страна потеряла в один миг 224 жителя, 224 человека. 1 ноября в России был объявлен День траура. В Омске в соборе Рождества Христова было совершено заупокойное поминовение погибших пассажиров трагического рейса. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, во всех храмах Русской Православной Церкви в этот день возносилась молитва об упокоении душ всех в крушение самолета над землей синайской погибших. Владыка, вот действительно, почему-то мы обращаемся к Богу, Господу, когда нам плохо становится. Вот потеряли какого-то близкого человека, начинаем как-то вспоминать крещеный, не крещеный, как-то молиться за него. И даже есть такая поговорка русская, мужик русский не перекрестится, пока гром не грянет. Вот почему так происходит, на ваш взгляд? Ну, вы правильно сказали, что русский мужик не перекрестится, пока гром не погремит, так? Так это правильно, вы знаете, если обратиться, как полагается, к Богу с утра, когда встал, обратись к Богу, чтобы Он тебе помог. Но об этом никто не думает. Это редкие люди, которые только молятся, постоянно все делают. Это так и необходимо, чтобы с утра. А люди, вот когда случится какая-нибудь беда, тогда бегут и в храме, и еще заходят в храм и спрашивают, а какой иконе поставить свечку, чтобы вот исцелить моего человека, или еще что-то там такое. Вот то, что вот наше, это не забывчивое, а наше безразличие в отношении к Богу, к церкви, вот и получается, что мы страдаем больше. И поэтому Господь дает нам знать, напоминает нам. Не то, что значит, что эти люди, они были в чем-то виноваты, то, что они погибли. Но так Господь и оставил то, что есть. А мы ничего не можем делать. Мы бессильны. Что такое человек? Человек царь природы. Ну а если начинается буря страшная, которая идет, то человека подымет эту буря и как пылинку его несет. Вот ну что он такой? И он где-нибудь ударится и погибнет. Поэтому, а если бы он был с Богом, то с ним ничего не случилось. Потому что Бог бы его защитил. А он забывает об этом обращаться. Даже когда в этой трудности попадает, и то забывает. Даже в самолете, когда садишься, лучше помолиться. Часто я вижу, вы знаете, многие даже из наших руководителей Омска, когда садятся в самолете, они начинают молиться, креститься. Вы знаете, это даже приятно. А вот многие забывают и не хотят вспомнить. Поэтому, вы знаете, без различия человека к Богу, вот получаются вот эти беды, которые идут постоянно. Владыка, у нас есть еще звонок. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Это вы мне, да? Да, да. Представьтесь, как вас зовут? Здравствуйте, Лидия Ивановна. Лидия Ивановна, ваш вопрос. Владыка, скажите мне, пожалуйста, вот у меня полтора года назад убили внука, на работе он был. Вот меня постоянно тянет на кладбище, и я каждый день плачу, и не знаю, что делать. Ну, на кладбище можно ходить, можно принести цветы, можно там стоять рядом, если он у вас был крещен, если у него есть крест, можно постоять, помолиться. Но запомните одно, что слезы ваши внуку вашему не нужно. Я как-то говорил, один случай, который случился в Египте. Была одна семья, очень хорошо жили, значит, муж и жена очень любили друг друга, у них было пятеро детей. И вот так случилось, что мать умерла, и все в семье, и все плакали, и муж, и дети все плакали. Вот однажды снится самому младшему сыну, я был около шести-семи лет, и мама как бы пришла к нему, говорит, сыночек, а что ты плачешь? Ты смотри, от ваших слез я вся мокрая. Вот смотри на мое платье, она берет платье, из нее вода течет. Вот что от ваших слез, мне ваши слезы не нужны, а вы идите в храм, помолитесь об меня, сделайте милостыню. Поэтому вот вашему внуку, который что есть, не надо приходить плакать, потому что ему это не нужно, да и вам не нужно. Лучше приходите в храм, помолитесь, запишите его о упокоении души. Он же был крещеный, по-видимому, так что запишите за упокоение души. Если он не был крещеный, то можете сами дома молиться, потому что можете просить и священника, чтобы за него дома молиться, потому что если не крещеный, священник в храме не имеет права молиться, а дома он тоже может молиться. И поэтому сыну, внуку вашему нужна молитва и помощь какую-то, делайте какие-нибудь добрые дела. Вот подошли вы, увидели там, допустим, стоит нищий, не обратите внимания, какой он, грязный или он чистый. Если у вас яблоко, дайте ему эту вляку, скажите, помяните, пожалуйста, вот моего внука такого-такого. Если он не захочет поминать, не расстраивайтесь, вы сделали то, что вам полагается. И Бог примет эту вашу жертву, а это поможет вашему внуку, а слезы ни в чем не помогут. Спасибо, Владыка. Я думаю, что мы продолжим. Следующий вопрос от Галины. Она спрашивает, прощает ли Господь? Человек ведь грешит и кается, грешит и кается. Ну, сам Христос сказал, что сколько раз, поскольку 70 раз по 70 простите, это почти без конца. Поэтому Господь прощает все, что есть. Но человек должен тоже опомниться, чтобы он не только, знаете, сейчас говоришь, что не простите, простите, простите. А раз ты просишь сейчас прощение, ну, надо думать о том, чтобы уже сделать так, чтобы не за что было просить прощение. Но если мы не грешим одним действием, то мы можем грешить другими. Поэтому Господь знает нас, и что мы можем грешить на каждом шагу, на каждую минуту, и в мыслях, и в своем сердце, и все. Поэтому, когда мы приходим на исповеди, когда мыкаемся от души, если мыкаемся во все греха, то Господь нам все прощает. А если мы часть грехов стесняемся говорить, то Господь их не прощает. Поэтому тоже есть. Говорить нужно все. Да, тоже есть. Вот, знаете, однажды на исповеди пришла женщина, молодая. Вот она говорит батюшке, а вот другой человек такой, который видит все, как она кается. Она видит, что из ее рта ногу змеи выходит, это грехи, которые вот она говорит. А одна змея большая, только выносит голову на улице, и опять туда спрятится, выносит, и опять спрятится. Она в этом грехе, то есть в большом грехе, не покаялась. И вот получилось, что Господь этот грех не просил. Но если мы каемся во всех грехах, то обязательно получаем разрешение от священника, то Господь так и сказал, аж его разрешите на земле, будет разрешение на небесе. А если вы покаялись, священник разрешил, то никаких проблем нет, Господь просил. Владыка, у нас есть еще один собеседник. Алло, здравствуйте, представьтесь, ваш вопрос. Здравствуйте, Владыка. Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Я преподаю в школе, в четвертых классах, учебный курс «Основы религиозных культур». Дети изучают на уроках историю религий, моральные заповеди, и одна из которых – об отношении к ближнему. Посоветуйте, Владыка, как в христианстве, на каких примерах постараться заронить в душу ребенка такое зерно, чтобы они стали в будущем терпимее и добрее друг с другом? Спасибо. Ну, только на добрых примерах. Вы расскажите ему какую-то краткую историю, чтобы он ее запомнил, вот что-то интересное, чтобы ему понравилось, что вот как нужно жить ему, как он должен к людьми относиться, как он хочет, чтобы к нему люди отнеслись, он должен тоже так относиться, потому что сам Христос сказал, как вы хотите, чтобы к вам относились, так относитесь и вы к людям. И тогда, вы знаете, можно очень на примерах жизни даже, вот можно учить ребенка, потому что ребенка нужно учить не только с четвертого класса, а его нужно учить уже с пеленки, когда он еще кормится грудью матери, потому что тогда он уже, вот материнская любовь, материнское все, что есть, она передается ребенку и все учится. Вы знаете, так сказано даже в Священном Писании, что если любимый человек стоит рядом с больному, с болящим, у которого он очень его любит, то любовь этого человека, который стоит рядом, может излечить даже болезнь вот этого лежащего человека. Но это должна быть истинная, чистая, святая любовь. Поэтому если, да, с детьми бывает сложно, но все-таки есть возможности. Да, очень сложно бывает. Но мы все были дети, а если воспитан ребенок с маленьких, когда уже с пеленка, что вот это нельзя делать, ну, дети есть тоже своим характером, но потихонечку, знаете, раз есть ребенок, то его нужно воспитывать, терпеть, и только с терпением и смирением со стороны родителей нужно их воспитывать. А тем более со стороны учителей тоже нужно, знаете, ну, ребенок есть ребенок, ну, просто стараться учиться, а не переставая говорить, может быть, одно и то же, но говорить постоянно для того, чтобы он понял и воспринял все это в вашей лекции. Спасибо, Владыка. Кстати, вот сегодня в православном календаре значится празднование в честь очень почитаемой в России иконы Богородичной. Она именуется «Всех скорбящих радость». Прославился этот образ чудотворениями в 1688 году впервые в Москве. По молитве перед этой иконой исцелилась женщина. В Омске есть храм, освященный в честь этого образа Богородицы. Владыка, вот вы много где служите и часто видите, сколько людей собирается в храмах. Как вы думаете, в Омске храмы заполнены на службах или не хватает как-то места? Вы знаете, что касается в Омске храмов, людей не больше, чем в других храмах, в других областях. Вот, так что я, вы знаете, доволен. Когда я приехал сначала, я скажу, правда, что народу было намного меньше. А сейчас почти храмы все переполнены. А вот самих храмов хватает? Храмов не хватает. Храмов требуется еще много, храмов для того, чтобы хватило. Потому что нужно, чтобы каждому человеку было доступно недалеко от его жилье, чтобы он мог пойти в храм, помолиться, прийти обратно. Но, видите, я обратился к мэру города, чтобы он выделил 80 участков под строительство, 80 храмов в городе Омске. Ну, вы знаете, я надеюсь еще, что мне люди помогут, люди доброй воли, ну и из России, из других стран помогут. Уже мне даже обещают, что я думаю, что мы скоро начнем строить и большие храмы, и разные храмы здесь в Омске. Но сейчас я пока займусь тем, чтобы построить некоторые таких здания, как здания под духовным семинарием, которые, можно сказать, уже духовные, уже готовые. Здания под епархиальным управлением, которые требуются. Потому что многие сотрудники епархии, я не могу разместить в епархии, они работают у себя по храмам или по домам. Но это, знаете, это не работа. Не очень удобно. Поэтому я это хочу. Потом я хочу создать тоже, чтобы мне было где проводить, ну, разных мероприятий церковных, чтобы достойно их проводить, чтобы я не все время сидел на шее каким-то, знаете, деятелем культуры, там, в одном, допустим, зале или в другом зале. Вот в Малунцево мы часто проводим вот каждый год елку. Ну, не знаю, в этом году разрешат, они не разрешат. А если вот, допустим, у нас что есть? Вот мы проводим там елку и, скажем, мы продаем билеты. Я покупаю вот где-то приблизительно 3000 подарок. Из них по детским организациям, так, где много больных детей, туда внесут, вот где берут 200 подарок, где 300 подарок, где 400, а где даже просят 600. Вот. А я получаю деньги только за 1000 подарок. Поэтому вот я не могу даже покрывать эти деньги за этих 1000 подарков, всех 3000. Ну, давайте к этому разговору, Владыка, вернемся в декабре, поближе уже к новому году. Ну, хорошо, ладно, давайте, давайте, давайте. Сейчас все-таки о храмах поговорим. Вот, мне кажется, сложно сосчитать, достаточно храмов для Омской или нет. Ну, ясно одно, что недавно одним храмом в Омской области, в Омской епархии стало больше. Я сейчас говорю о первом надвратном храме Серафима Выридской обители Милосердия. И я сейчас предлагаю нашим телезрителям посмотреть сюжет о том, как этот храм обрел крест и как там освещали колокола. В Серафима Выридской обители Милосердия зазвучали первые перезвоны. Колокола привезли в Омск в день празднования Иверской иконы Богородицы. Ее имя носит самый первый – надвратный храм обители. Следует церковному чину, прежде чем установить колокола на звонницу, их нужно осветить. Святой водой окропили 11 колоколов, отлитых на московском заводе. Полом с древней на Руси, это было, когда случается что-нибудь и хорошее, и плохое. Вот даже бывало, что родился ребенок в деревне, звонили в колокол, потому что родился ребенок. Бывало, что случится какое-нибудь несчастье, тоже звонили, люди выходили знать, что это такое. А у нас будут звонить здесь для того, чтобы привлечь людей, чтобы сюда приезжали в этой обители. Задача этого колокольного звона – привлечь внимание неравнодушных к чужой беде людей. Уникальный для России масштабный проект Серафима Выридской обители Милосердия призван помочь детям-сиротам. В планах возведение храма в честь преподобного Серафима Выридского, приюта для детей, оставшихся без попечения родителей, центра поддержки материнства, гостиницы для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, медико-реабилитационного центра, православной гимназии, а также производственно-хозяйственного блока и даже ферма. Для сбора средств у Серафима Выридской обители Милосердия есть свой официальный сайт. Здесь нажатием одной клавиши в разделе для онлайн-перечислений можно внести свой пассивный вклад. А мечи откликнулись. В церковных лавках всех храмов Омской митрополии приобретают сертификаты на кирпичики для будущей обители. Мы в нашей лавочке, так же, как во всех храмах города Омска, есть возможность людям приобрести кирпичики Серафима Выридской обители Милосердия. И в нашем храме, в частности, тоже мы продаем кирпичики. Люди с большим интересом интересуются, что это за обитель. Зачем это нужно, во что люди вкладывают свои средства на приобретение данных кирпичиков. С охотой относятся, то есть стараются какую-то лепту внести в это хорошее, доброе дело. Начать строительство решили именно с надвратного храма. Следующим шагом будет возведение домов для приемных семей. Первую улицу намерены начать строить уже этой зимой. Подобных улиц будет несколько. Собственник уже выделил несколько земельных участков. На один такой дом уже получен лес по региональной программе. Ну и теперь осталось всего ничего построить. Построить, и эти дома будут передаваться вот этим семьям. Престол пока не освящен, а вот купол уже обрел крест. Православный символ вечной жизни, мира и свободы сперва осветили, а после установили на крыше. Теперь его видно за несколько километров. Пока ворота надвратного храма ведут в чистое поле, но уже зимой здесь закипит работа. Ну что ж, я надеюсь, все объекты Серафима Вырецкой обители Милосердия будут так же быстро и качественно строиться, как и самый первый надвратный храм. Мы продолжаем. И присоединяйтесь к нашей, пожалуйста, беседе. Формулируйте свои вопросы, звоните к нам в прямой эфир по телефону 8 800 770 12. И у нас есть очередной звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, как Вас зовут и Ваш вопрос. Вера. Или как, по отчеству приступает? Да нет, уже можно к вопросу приступать, я думаю. А? Ваш вопрос, Лена? Вера. А, Вера, Вера. Вера, Ваш вопрос. Мой вопрос к Владыке. Я не слышу Владыку самого, которому я должна задать вопрос. Так как, вы меня не видите, я вас вижу даже. А. Да, только вы погромче говорите. Вот я вас плохо слышу. Я-то вот громко говорю, только что-то плохо слышно. Здравствуйте, Владыка. Здравствуйте. Я приехала в церковь, церковь эта находится напротив школы милиции. Пришла туда в церковь, а они у меня спрашивают, есть ли у вас, Вера, крестик, чтобы пройти и приобрести там свечи. Я говорю, нету, покажите этот крестик. Я говорю, нету, я хочу приобрести маме, 83 года. Она раньше часто все время приходила в церковь. А дело в том, что они мне не разрешили и сказали, что вот, оденьте крестик, могу ли я чужой нательный крестик, даже церковный, одевать на себя. Вы знаете, это неправильно. У нас есть многие люди, которые думают, что они все знают. А они почти ничего не знают. Есть у вас крестик, нет у вас крестик, вы заходите в храме и молитесь. Потом оденете крестик, это ничего страшного. Потому что вы же крещеные, у вас уже, допустим, ну мало по каким-то причинам у вас нет креста. Вы, может, даже шли по дороге и его потеряли. Все может случиться. А поэтому, что есть крестик, нет, они даже не должны этого спрашивать. Это не их дело, что у вас есть крестик или нет. Они просто должны помочь вам сказать, что вот, проходите сюда, вот, если вы что-то спросите, они должны вам сказать. Мы сейчас ведем, у нас есть курсы для свящниц, для тех людей, которые стоят, когда вот встречаются первыми с людьми, чтобы их просто приучить, чтобы они правильно велись с людьми и правильно им отвечали. Но им тоже надо какие-то беседы проводить, потому что иногда вот таким поведением они могут, наоборот, развернуть человека от храма. Да, да, да. У нас есть следующий вопрос, спрашивает Лариса Сергеевна. Если человек не был крещен, в храм не ходил, можно ли после смерти отпевать, ставить свечи в храме за упокой, подавать милостыню? Значит, отпевать в храме, и, вернее, даже отпевать, отпевать-то нельзя ни в коем случае. В храмах по церковным правилам запрещено молиться. Но разрешено молиться дома. Вы можете молиться дома у себе. Возьмите свечку, поставите, если у вас есть уголочек, там, перед святыми иконами. Возьмите Акафист святому Уару, почитайте его, этот Акафист. Молитва там как раз для тех, которые были некрещенными. И можно, и милостыню можно давать, это даже необходимо больше милостыню. Только не надо устраивать вечеринки, пьянки там, еще так дальше. А просто милостыню... Поминки, да, вот такие? Да, поминки такие, кто у нас как это, устраивает поминки, а там уже начинает водку, и начинает, вот, покойник любил пить водку, и начинается, вы знаете, там пьянка. А не должно быть никаких, это, лучше вот пойдите, спечете вы что-нибудь, или купили, пошли там где-то есть бедных, а давайте по кусочку там что-то есть. Не надо много давать, чтобы для вас это было не тяжело, чтобы потом говорили, что я вот много отдал бедным, и мне не с чем жить самой. Вы дайте столько, сколько вы можете. А если не можете, ничего не давайте, только дома молиться. Нужно стараться и утром, и вечером за того покойника, который не был крещен. Владыка, у нас есть еще один звонок. Алло, здравствуйте, представьтесь, ваш вопрос. Алло. Здравствуйте, уважаемый Владыка. Да, здравствуйте. Раба Божья Елена, позвольте задать вопрос. Пожалуйста. Как часто мы бываем, уважаемый Владыка, заблудшими, неуслышанными, что-то иное, нежели чем истина Господа укореняется в нашем сердце, в нашей жизни. Нам спасибо Господу, что во всякое время, во всякий час я могу слышать доброе слово своих батюшек, батюшки Ильи и батюшки Романа. Зная, что в таком слове нуждаются очень многие мои братья и сестры, я бы хотела спросить вас, когда в Омской партии заработает православный телефон доверия? Спасибо, Владыка, мира вам. Вы знаете, мы сейчас закончили, как сказать, строительство такой гостиницы, где будем размещать людей, которые, значит, ну не вышли откуда-то, может быть даже в каких-то местах таких, после реабилитации негде. Вот они и не могут ни на работу, ничего. Вот там небольшую гостиницу такую мы устроили, и вот откроем скоро вот эту гостиницу, и уже таких людей мы даже разместили вот в этой гостинице, которые пока не открыты. И сейчас вот недалеко от храма Пятницкая, вот, есть там дом большой, который я вот тоже передал благотворительному отделу этот дом, и они будут там привести все в порядке, и там будет уже человек, который вот будет отвечать на все звонки, которые вот будут ему звонить. Такой будет дежурный какой-то, может быть, священник. Будет священник, или может быть, ну разные люди, которые есть, иногда есть вот такие, они миряне, не священники, но они преподаватели духовной школы, еще что, они могут ответить на любой вопрос. Ну, конечно, консультировать будут только больше всего священники, чтобы давать какие-то наставления, так что у нас это скоро будет, как полагается. Ну, вот, телефон доверия, вы знаете, это больше принято в протестантских церквей, но сейчас у нас только мы вводим вот тоже для того, чтобы начинать, потому что мы считаем так, что если прийти, хочет человек прийти, чтобы спросить у священника, он должен прийти в храм и спросить священника. Потому что вот в Успенском соборе, там есть дежурные священники каждый день, и они отвечают, но не во всех храмах нет, потому что не хватает духовенства. Да, бывает вообще один священник на храмах. Да, 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 вот что есть. Ну, вот будет и телефон доверия, если, как человек захочет, может позвонить, может все, что есть, поэтому все будет у нас со временем. И у нас еще один собеседник на линии дожидается своей очереди. Алло, здравствуйте, представьтесь, как вас зовут, и вопрос. Здравствуйте, меня зовут Мария. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, что лучше, простить долг знакомому или другу, или забрать его и отдать на благотворительность? Нет, подождите. Простить долг, а не на благотворительность? Понятно. Если вам кто-то должен, то для чего его просить? Выберите эту. Если он вам не нужен, то делайте какую-то благотворительность. Кому вам хочется, на строительском, или своим родственникам, или близким, или в храм пойдите, сделайте просто жертву даже, чтобы никто не знал. Это можно будет. Ну, а раз вам должны, если вы должны, вы тоже должны возвратить долг. Вам должны, то выберите, потому что некоторые люди вас даже не поймут. Если им не на что жить, они все-таки собрали вам отдать долг, то, конечно, если ваше сердце доброе, то скажите, друзья мои, вот вы такие бедные, вам не на что жить, нечего кушать. Идите, купите себе продукты, идите, купите себе то-то, 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 и пусть это... Вот как быть, вот в отче наш, да? Как мы прощаем должникам нашим? Так, так, мы просим у Господа, чтобы просили, чтобы должникам. Мы прощаем должникам наших, но что касается, вот долги есть разные, вот мы должны понять, что если человек, у него есть чего долго отдать, он отдает, мы можем использовать наших целей, других целей, на благотворительность, как мы хотим, потому что это наше. Но если у него нету, я уже сказал, что человеку нету, или он дает свое последнее. Тогда в этой ситуации нужно подумать. В этой ситуации, если ты знаешь об этом, то скажи ему, что вот лучше иди купи продукты, купи то-то, то-то, для своих детей, для своего дома, все, что есть. И ты прощаешь ему вот этот долг и все, что есть, да. Понятно, спасибо за ответ. У нас есть еще один дозвонившийся, сегодня очень много звонков, шквал вопросов. Алло, здравствуйте, представьтесь, ваш вопрос. Алло. Да, да, да. Скажите, как вас зовут и ваш вопрос? Владыка. Здравствуйте. Пожалуйста, я хочу у вас спросить, вот я утром поднимаюсь, а мне какую молитву надо читать? Я читаю отчинаш. Может быть, есть какая-то молитва, которая вот именно ее надо читать? Вы знаете, у нас есть молитва слов, там есть утренние молитвы, там их много. Вы найдите такого молитвослова, молитвослова, такую книжку у своих друзей или в храме, найдете, потому что их сейчас очень много. Там начинается молитва «Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю небесный», начальная молитва. Но если вы знаете молитву отчинаш, а больше ничего не знаете, и у вас нет ни книги, то читайте молитву отчинаш, только что она была прочитана от чистого сердца. Чтобы когда вы читаете эту молитву, вы только обращаетесь своими мыслями, своими стремлениями к Богу, а не тот уста читает молитву, а вас и мысли куда-то блуждают. И я даже вам расскажу такое, что однажды один дикарь прыгал через яму большую, он прыгал туда, говорит, это тебе, Господи, а обратно говорит, а это мне, это тебе, а это мне. Подошел к нему, там смотрит католический священник, Ксенз, он посмотрел, говорит, слушай, что же за молитва, это тебе, а это мне. Выучил его отчинаш, дикарь был очень такой, значит, быстро, и стал читать отчинаш. Он прочитал отчинаш и прыгнул туда, и упал в яму. Тогда Ксенз говорит ему, слушай, как ты молился, так и молись, потому что он привык эту молитву читал, это тебе, Господи, а это мне, но он читал от чистого сердца. От души. И мысли его были только направлены вот в этом, и Господь принимал вот эту молитву. Потому что опять зависит от нас самих, как мы молимся, если мы, как говорит, что даже вот преподобная Матрона Московская, блаженная Матрона, спрашивает у своей мамы, мама, а ты где была? Ну, дочка, как я же была в храме-то, мама, я там смотрел в храме, тебе там не было. Потому что мама стояла, присутствовала в храме, а мысли ее, чувства ее были совсем где-то в другом, блуждали. И поэтому дочка, блаженная Матрона, сказали, мама, тебе там не было. Поэтому, когда мы молимся вот только устами, а не вникаем полностью, не вкладываем до все, что есть в этой молитве, то тогда Господь не принимает эту молитву. Так что вот в таком-то моменте. Надыка остается совсем немного времени, и вот буквально в режиме такого нон-стопа. От Таисии вопрос. Крещенскую воду можно ли разбавлять? Например, малое количество взял и разбавил. Обязательно ли пить ее натощак? То есть, если в банку с водой капнуть, она тоже вся священная? Да, уже вся священная. Можно добавить, но когда должна быть чистая вода, вот все, что есть, как полагается, принеси, чтобы налить. И почему натощак крещенскую? Вы знаете, всегда, что если мы хотим себе на пользу, то мы уже привыкли. Мы пьем это натощак, потому что потом мы можем есть, пить и чай, пить все, что есть. А когда мы уже напились чая, напились воды такой простой, и попьем крещение, вы знаете, крещенскую воду, она нам как-то не воспринимается организм. Поэтому нужно пить все натощак, просфорку есть натощак, крещенскую воду, особенно крещенскую воду. Вот если такие случатся водосвятные молебнии, то это можно чаще пить, даже в течение дня, вот что-то есть. А крещенскую полагается только натощак пить. И это будет все, и вам будет хорошо, и будет богу угодно. Остается совсем мало времени, буквально последний вопрос. Я хоть 10 часов тут постою и буду отвечать. Ну, я думаю, мы подумаем над этим, руководство нашего канала. От Ивана вопрос. Два года тому назад в поселке Чкаловский был заложен камень церкви Серафима, видимо, Саровского. Я вложил 4000, почему строительство не идет, спрашивает человек. Ну, вы знаете, город Чкаловский, это где он? Я не знаю даже в какой епархии. Нет, это в Омске, поселок Чкаловский, один из районов Омска. А почему? А там я вот не знаю, что-то есть один из районов Омска, кто там священник, назначен, потому что должен быть священник, я с него могу спросить, почему тут не строится. В честь кого это был храм, я даже не знаю. Вот написано Серафима. Серафима Саровского, наверное. Ну, это я узнаю. В другой раз я ему отвечу, почему не строится. Но 4000 не хватает, чтобы построить храм. Маловато. Вот это, ну, вы знаете, бывает иногда даже вот сейчас будут строить Воскресенский собор, и там не тысячи, а там миллионы, больше ста миллионов потребуется. Спасибо, Владыка. И по традиции нашей прошу благословить телезрителей только кратко, потому что впереди ждут новости. Ну, дорогие мои, вот поскольку время у нас краткое, все мы не успеваем, я хочу всем вам, телезрителям, пожелать мира, счастья и благополучия. Живите всегда в мире со всеми людьми, какими бы они ни были. Пусть они будут даже ваши врагами, вы за них молитесь. И Господь тогда всем вам и простит, и поможет. И пусть Божье благословение будет всегда над вами, и поможет Господь вам в всех ваших делах. Спасибо большое, Владыка. Мне остается добавить, что это была программа «Благовесть целого пастыря». Дай Бог здоровья вам и вашим деткам. Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. Благовослови, Душевая Господа, и вся внутренняя моя имя Святое. Душевая Господа, и вся внутренняя моя имя Святое. Общаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok